Светлана Олеговна приехала в Покровский городок вместе с мужем-военнослужащим. Здесь же устроилась на работу в 43-й детский сад. Так учительница русского языка и литературы стала воспитателем. Дети меня нашли сами, говорит участница конкурса педагогического мастерства. Я просто люблю детей, я просто люблю жить этой профессией. Я просто получаю действительно, как говорят по-современному, кайф от того, что я делаю. На участие в конкурсе Светлану Невмитулину вдохновили коллеги и супруг, который в случае завершения военной карьеры теперь может смело идти работать в детский сад, шутит финалистка конкурса «Воспитатель года». В волейбольном центре не только работники дошкольных учреждений. Здесь учителя, психологи, педагоги дополнительного образования, финалисты конкурсов профессионального мастерства. Кто из них стал победителем, пока организаторы держат в секрете? Впрочем, цель состязаний была не только выявить лучших из лучших. Цель – это популяризация профессии, это показать прелесть профессии, приоритеты расставить определенные, показать учителям, что они востребованы в районе. Впрочем, Одинцовские педагоги славятся своим мастерством и за пределами муниципалитета. То, что наша система образования – одна из лучших в регионе, их заслуга. Районные власти это ценят, поэтому создают максимально комфортные условия для работы. Мы вкладываем большие денежные средства в ремонт наших учреждений, слушаем наших педагогов, получаем обратную связь. И если какие-то вещи нужно с точки зрения их рабочего места усовершенствовать, домодернизировать, отремонтировать, мы обязательно туда обращаем наше внимание, бросаем силы и создаем комфортные условия для работы. Павел Реутов стал преподавателем истории и общества знаний, в том числе, чтобы доказать обществу педагог не только женская профессия. Участие в конкурсе «Учитель года» для него – закономерный этап профессионального роста. Видел своих коллег, то, что они показали, узнал для себя что-то новое, надеюсь, что это полезное показал для них. Это, естественно, помогло мне в плане профессионального самосовершенствования. Конкурсы профессионального мастерства в Одинцовском районе проходили в течение года. Их участники делились своими педагогическими находками, проводили открытые уроки и разбирали нестандартные ситуации. Судейская коллегия проделала сложную работу, чтобы назвать имена победителей. Лучшим воспитателем стала Светлана Невмитулина. Учителем года – Павел Реутов. Я постарался показать все, что я мог, сделать все на максимально высоком уровне, показать это новым. И, возможно, это помогло. Буду думать, что это так. В праздничный день на сцену волейбольного вышли 80 лауреатов различных педагогических конкурсов. Им вручили дипломы, подарки от Московской областной думы и денежную премию от главы Одинцовского района. А победители, кроме этого, получили путевки уже на областные конкурсы педагогического мастерства. Евгения Августина, Денис Харламов, телекомпания Одинцова.